Просто не обойтись, не в больших проектах. Ага, вот, теперь у нас будут модные аксессуары. Это компания Натальи Кальмухаметовой. На подиуме Калми, модный дом Натальи Кальмухаметовой, представляет коллекцию аксессуаров «Городские охотники». Да, вот посмотрите, вот эти кожаные изделия, это все выполненные специалистами Кальми. Это тоже компания с именем. Очень много лет работает компания. И специально для нашего показа они создали новую коллекцию не только аксессуаров, но и одежды. Посмотрите, все, что на моделях, это все создано из натуральной кожи. Да, коллекция класса «Люкс» выполнена из натуральной кожи и предназначена для сильных мужчин и изящных женщин. Посмотрите, разная цветная кожа, как красиво она смотрится. Из-за сцены, и, конечно, в жизни такой не серо-черно-коричневая, а вот такие яркие очень цвета кожных изделий. Они очень украсят челябинцев, челябинок. Городские охотники, так назвали свою коллекцию. Компания Натальи Кальмухамедовой. Импровизированные костры на подиуме, от которых можно погреться, наверное. Ну, не вижу, что кому-то было холодно. Как-то люди так все, так я смотрю, это нам только с вами зябко в нашем трейлере. А людям как-то все хорошо, все хлопают, все стоят и улыбаются, счастливые. Людей очень много на кировке. Потому что дерзко, ярко и смело. Это девиз сегодняшнего парада моды. Мы раз 10 признали девиз, и все 10 раз по-разному. Но суть, да, дерзко, ярко, модно и стильно, я бы добавила. А как было изначально? Модно, дерзко, ярко. Ну, от перестановки слов, в общем-то, суть меняется. Мне кажется, когда мы объявили этот девиз, мне сказали несколько журналистов, только у вас всегда так. Да, действительно. Поэтому, собственно, как бы мы ни ставили слова, все равно это будет модно и стильно. Это профессиональные модели? Да, конечно, конечно. Это модели, модель на агентстве «Эксклюзив». Это модели, из них есть модели международницы, которые за рубежом много работают. Работают на неделях роды в Москве. И в Европе наши модели очень востребованы. Вот она, гончая. Охотники. Потому что это охотники. Потому что охотники. Тема охоты. Это наш любимый Карен Далакян. Вот нам... Предоставил вот такую вот красавицу. Ставил, да, мне как-то такой глагол как-то не лег. Это его личная собака? Это собачка, которая живет в его приюте. Он ее очень любит. Он ее холит и лелеет. Он ее сегодня приводил на репетицию. Страшно переживал, как она будет себя чувствовать. Это девочка? Девочка. Собака-девочка. Даже на собачке вот с экрана не видно, но на ней ошейник. Тоже выполненный специалистами кальмии. Кожаный очень красивый ошейник, инкрустированный стразами и фирменным знаком кальмии. Но не все же просто так ходить по подиуму. Надо же что-то демонстрировать. Даже собака сегодня демонстрирует ошейник. Да, аксессуары, модные кожаные аксессуары. Выполненные в Челябинске. То есть очень красивые аксессуары, которые, может быть, зрители подумают. То есть это тоже все можно приобрести в магазине? Конечно, да. Просто, может быть, телезрителям покажется, что это какие-то брендовые вещи. Но на самом деле это все сделано в Челябинске. Очень хорошего качества кожа и очень хорошего качества исполнения. Вот это тоже наши мальчики, модели, мужчины уже модели. У нас модели с 5 лет. А до которого возраста вот такие мальчики находятся в модельном бизнесе? Вы знаете, мальчики без ограничения возраста, так можно сказать. Потому что чем крупнее, чем больше накачаны, интереснее будет все на сцене. Когда мальчики еще крупкие, подростки, они вот такие шоу, они не сделают, конечно. Здесь, видите, нужны такие брутальные мужчины. Ну, поскольку у нас мальчики, в принципе, дефицитный, как сказать, сегмент. Поэтому я думаю, что... Ой, не хочет. Не хочет идти на этом красивом ошейничке. Я попросила у Карына двух собак. Он посмеялся и сказал, они будут лаять друг на друга ни в коем случае. Только одну. Вот она какая красивая. Но если попросили вторую в пару и какую-нибудь кошку или какого-нибудь хамелеончика, то они бы не гавкали друг на друга. Нет, ну, кошку. Это вы. Неудачная шутка. С кошкой. Это тоже премьерный показ коллекции модных кожаных аксессуаров. Наталья теперь шьет одежду. Они занимались раньше только кожаными изделиями для офисов, а теперь они шьют одежду. Очень приятно, когда компании развиваются. Меня всегда это вызывает восторг и глубокое уважение. Вы посмотрите, бедная она как растиралась. Наша четвероногая модель. Вот мы сейчас ее видим. Все, пошла, пошла. Не по телевизору, не по экрану, а смотрим на подиум. Не захотела она пройтись до конца подиума. Может быть, ее смутил этот костер, который... Большое количество народу, конечно, смутит. Камера, которая летает. Но все равно она молодец, она украсила этот показ. Ну что ж, модный дом Натальи Кальмухаметовой. Герзко, ярко, смело. А мы только что посмотрели. Это было действительно красиво.